всем привет с вами кекс и сегодня я делаю очень прикольный тортик по мотивам польского пирога если я не ошибаюсь называется что-то связано с карпатами карпатка или карпатские горы что-то такое в общем мне просто захотелось нечто похожее на профитроль и то же время вроде тортик чтобы так порционно кушать они кругляшками что-то интересное не захотелось начала искать все свои книжки перелистала искать коржи чтобы были заварные разные по находила но остановилась на этом давайте для начала сделаем заварное тесто заварное тесто здесь классический рецепт такой же самый как я делаю эклеры профитроли шу рецепт везде один воду я добавляю соль сахар и масло ставлю воду и до закипания отдельно просеиваю муку сразу и после того как водичка у меня уже закипела можно целиком сразу всю муку сюда отсыпать вот моя мука и всю усыпая муку и бегом очень отлично это делается именно деревянной вот такой вот лопаткой ложкой лучше всего и железное не использовать и заварим наше заварное тесто она отлично прекрасно заваривается тесто не убираем с огня надогнем держим чтобы у нас оно стало однородным без единого комочка муки внутри и вот начинает приставать вот такая вот корочка кастрюльке тогда это значит что тесто как бы поджаривается уже к ней и значит мука там хорошо заваренная собственно это тесто у меня теперь должно остыть для того чтобы я туда могла вводить яйца я его еще немножечко поперемешиваю и накрою пленкой встык и отправлю остывать до введения яиц пускай она у меня остывает тем временем пока мы с немножечко можно уже будет заняться кремом для крема я взяла молоко сюда же сразу добавила три столовые ложки сахара молока у меня здесь 200 миллилитров и отдельно в емкость влила еще 50 миллилитров молока туда же добавила одно и целое яйцо можно сделать это на три желтка туда добавить тогда будет более насыщенный вкус пломбира и буду добавлять туда полторы столовой ложки крахмала у меня крахмал кукурузный в принципе можно использовать картофельный нос кукурузным вы не чувствуете больше никакого отдельного привкуса у вас только будет именно привкус самого пломбира это все хорошенечко перемешиваю вот вторую половинку я добавляю все это перемешиваю теперь думаю что молоко мое закипело его можно будет сюда вести кстати вот всыпаю сюда ванильный сахар и ввожу сюда и постоянно перемешивая кипящее молоко не наоборот мне удобнее делать так и возвращаю эту массу обратно в кастрюльку и теперь в кастрюльке постоянно помешивая буду варить эту смесь до момента закипания для того чтобы заварился мой крахмал вначале вы видите смесь довольно жидкая она как бы еще совершенно не заварилась вот она уже начинает более густая становиться и начинают появляться первые пузырики закипания буквально вам нужно подождать чтобы несколько пузырей поднялось чтобы видно было что вся смесь стала температурой около 100 градусов что она кипит что крахмал заварился и не будет абсолютно никакого привкуса посмотрите какой крем получился он еще станет более густым после остывания накрывая его пленочкой встык и отправляю его тоже остывать тем временем остыло мое тесто и я сюда буду вводить по одному яйца удобнее всего это перемешивать именно вот таким вот ручным миксером даже в кухонной машине это делать не так удобно как вот таким ручным миксером у меня здесь насадка для теста удобнее всего делать именно ней яйца у меня крупная с 1 здесь поэтому я буду вводить 4 яйца но иногда бывает такое что яйца не очень большие поэтому может понадобиться и около пяти яиц более подробно про заварное тесто я рассказывала в пирожных шу там я и показывала консистенцию теста которая должна в общем получиться то есть кому будет интересно обязательно посмотрите вот какое тесто у меня вышло она мягкая эластичная пластичная ним я буду наполнять кондитерский мешок и буду отсаживать уже свои коржи я возьму чуть меньше чем две трети я буду делать три коржа но возьму чуть менее чем две трети сейчас это у меня будет первые два коржа те которые будут нижние на верхней кожи я оставлю чуть чуть больше тесто для того чтобы он у меня получился повыше и более такой рыхленый чтоб сверху он получился более красивый я взяла пергамент на обратной стороне нарисовала на нем карандашом круги перевернула лист пергамента и по этому кругу сейчас веду в начале теста и точно так же сделаю это по второму кругу и остатки теста распределю в этих кругах пергамент конечно лучше использовать именно силиконизированный или коврик для выпечки тогда заварное тесто к ним не будет приставать а так как коржи у нас большие они будут у нас хорошо на силиконизированном пергаменте отходить теперь я возьму просто ножик и разровняет здесь мне не особо важно ровно неровно потому что эти коржи у меня будут внутри их не будет абсолютно видно они просто дают такой очень интересный вкус вкус получается реально как большой эклер такой очень вкусный крем ему придает такую и нежность и сладость но очень интересно в общем получается я думаю вы не пожалеете если попробуйте делается очень просто вы видите реально то заварила это заварила то остыло это остыло все тортик готов то есть дело реально пару часов и то это если учитывать что у нас остывает все по времени теперь я тесто свое поставила в духовку 15 минут при 200 градусах и потом убавляю температуру где-то 140-160 градусов у кого как духовка печет и допекаю их до готовности это может занять у вас от 10-15 минут так и до получаса для того чтобы они внутри у вас хорошо пропеклись и как бы стучали и оно было пустое внутри чтобы не было там сильно мягкие они и влажные теперь я для крема замочу желатин в молоке как раз пока буду заниматься кремом он у меня набухнет и пока будут выпекаться мои коржи я сюда наливаю вначале 50 миллилитров потом решила что мне будет маловато и добавлю остальные 10 миллилитров то бишь всего влила 60 миллилитров молока в 10 грамм желатина и молоко пускай у вас постоит минут 15 постоит полчаса будет полчаса ничего страшного ему только лучше желатин впитают в себя молоко пока мисс это вот такая вот жирка вот верхний корж я его уже отсадила точно так же как предыдущий и делаю вот так вот лопаткой его рыхленым так он более интересным получится сверху на самом деле он при выпечке у вас поднимется как он сам того захочет как бы вы его тут они тыкали и чтобы с ним не делали но все равно текстура сверху когда у него шероховатая получается будет очень красиво можно отсаживать допустим с одной стороны чуть больше тесто с другой чуть меньше вот такими как бы горбами и тогда она такими горбами и подойдет как бы у вас поднимется точно также выпекает от корж теперь уже можно сделать крем я для крема беру сливки 33 35 процентов сыпаю туда сахар и ванильный сахар потом это слегка перемешиваю и отправляю в холодильник еще постоять потому что если я начну взбивать сразу сахар еще не растворится а сливки уже взобьются потому что они у меня очень хорошо взбиваются сливки я использую только натуральные поэтому отправила в холодильник постояли они у меня 10-15 минут сахар практически сам там уже растворился и начинаю уже взбивать можно использовать сахарную пудру ну зачем если можно сделать это и с сахаром начинаю взбивать на средней скорости потом слегка увеличиваю скорость вы видите как сразу меняются наши сливки остаются такие борозды красивые вот тем временем у меня набух желатин он уже совершенно впитал молоко сейчас как забьются мои сливки будем начинать топить желатин можно топить его на водяной бане можно топить его в микроволновке я буду топить его в микроволновке это где-то займет 30 секунд 30-40 секунд у меня заняло достаете через каждые 10 секунд и перемешиваете вот уже взбились мои сливки они вот такие вот воздушные объемные оставляют пики и очень легкие также у меня уже остыл заварной крем вы видите он стал более густым по сравнению с тем что было в начале и сейчас сюда будем постепенно мы вводить сливки и также сюда пойдет желатин желатин я добавляю именно для стабильности нашего крема чтобы он не вытекал у нас нигде по бокам добавлю я буквально небольшую часть начале сливок для того чтобы облегчить перемешивание заварной основы и было намного легче нам ввести сюда желатин если заварная основа у вас получилось немножечко с комочками и и нужно пропустить сквозь сито теперь можно растворить желатин вот он растаявший желатин вот такой вот он по консистенции абсолютно когда у него растаявшие нету кристалликов вы в ложечке смотрите чтобы не было кристалликов тогда у вас желатин хорошо растворился он еще довольно теплый я его по чуть-чуть ввожу за три этапа ввожу в мою заварную основу с небольшой частью сливок и хорошенечко перемешиваю чтобы он распределился теперь сюда можно добавлять остальные сливки только я буду их добавлять за два-три раза для того чтобы сливки не опадали оставались более нежными лучше всего это делать венчиком потому что он их хорошо распределяет сливки по крему можно и воспользоваться обычной ложкой добавляю последние свои сливки это десерт получается очень нежным воздушным и реально облачным очень весенний я бы сказала сейчас весной очень актуально такой нежный десерт он не плотный нежирный а просто невероятный туда можно добавить фрукты в прослойку на самом деле очень отлично мне кажется сюда подойдут любые красные фрукты будь то смородина малина мне кажется это было бы вообще превосходно и замечательно также сюда классно мне кажется кули бы смотрелось в разрезе вообще шикарно если бы она еще была такая толстенькая где-то по сантиметру было бы вообще класс я взяла уже свои готовые коржи слегка нижний корж смазала кремом для того чтобы он у меня потом не скользил по тарелке и половину крема я сюда вываливаю потому что у меня прослойки не будет у меня здесь будет просто нежный воздушный крем внутри распределяю свой крем вы видите он никуда не расплывается беру второй корж на вторым вы видите какие они получились горбатенькие несмотря на то что мы их выравнивали ножом выкладываю последнюю часть крема я крема наверх на украшение не оставляю потому что сверху я буду присыпать только сахарной пудрой мне нужно только будет подчеркнуть наоборот рифленность моего верхнего коржа поэтому сверху я его кремом украшать не буду и вот мой верхний корж я ним просто накрываю слегка прижимаю и теперь можно будет посыпать сахарной пудрой абсолютно слегка здесь это не важно просто для красоты я бы сказала что это такие снежные горы получаются хотя на самом деле верхний корж у меня не получился намного более рыхлым такими чем нижние коржи после этого у меня тортик постоял в холодильнике ночь лучше когда он постоит от 4 до 8 часов тогда схватиться на желатин и тортик будет более стабильным можно отрезать и попробовать теперь уже кусочек прорезаем хорошо он внутри мягенький получается он не твердый абсолютно очень нежный и мягкий посмотрите какой он красивый сколько много крема то просто превосходно давайте же попробуем эту вкусняшку как вкусно обязательно попробуйте и себе этот тортик он просто превосходный нежный и классный я надеюсь что я все подробно рассказала если вдруг что непонятно обязательно спрашивайте под видео ставьте пальчики вверх и делитесь моим видео с друзьями а с вами был кекс до новых встреч пока пока пока